Актуальное интервью В каком этапе идут работы? Ну, я думаю, уже сейчас ремонт движется к концу. Правая административная часть здания уже практически завершена. Есть какие-то маленькие корректировки, которые нужно внести. И у нас остается спортзал. Спортзал, в принципе, тоже уже практически готов. Остались раздевалки к спортзалу, душевые и коридор, который ведет к спортзалу. В феврале, я думаю, мы уже будем открывать дворец молодежи. Поэтому всех жителей приглашаем на официальное открытие, которое будет еще уточняться и будет описываться в газете, в сетях. Мы об этом расскажем обязательно. А если говорить о проекте, который изначально был создан, все помещения, которые вы хотели включить, вошли? Да, помещения все вошли и вошло даже больше, чем планировалось. То есть сначала ремонт предполагал только административную часть здания, куда входили холл, фойе и второй этаж кабинеты. Ну вот спортзал, так как был отремонтирован в 2015 году, считалось, что еще нет необходимости его ремонтировать. Но, к сожалению, выяснилось, что идет промерзание стены, и спортзал покрывался плесенью, была влажность очень сильная и холодно было в зимнее время. Поэтому все-таки его тоже включили в данный капитальный ремонт, и значительно стало теплее, светлее, уже косметический ремонт проведен. То есть здание полностью ремонтируется, даже поменяли мы крышу над спортзалом. Поэтому можно сказать, что капитальный ремонт действительно стал капитальным. Все уголки, все затронуто. И даже у нас благоустройство территории произведено. И мы же еще и сделали дополнительные парковочные места возле Дворца молодежи и детской поликлиники. Подъезд к Дворцу молодежи, вот он немножко был затруднителен, потому что дорога была всегда перегружена. Теперь эта проблема решена. Родители спокойно привозят детей в детскую поликлинику, посещают Дворец молодежи. То есть места для парковки уже достаточно. Не закончены некоторые участки на территории Дворца молодежи. Это вот возле памятника есть еще некоторые моменты, которые нужно доработать. Есть фасадные части здания и с тыльной стороны здания. Вот есть вроде бы понемногу-понемногу, но это будет продолжаться после того, как уже растает снег весной. Памятник у нас отреставрирован, стоит на своем месте. Вот только нужная облицовка именно педестала, где он стоит, гранитом необходимо. Вот не успели завершить, потому что начались уже холода. Вот это будет продолжаться весной, эти уличные работы. А само здание, я думаю, что в феврале нам уже застройщик сдаст. Несмотря на то, что ремонтные работы велись и ведутся, деятельность Дворца молодежи не прекращается. Расскажите о итогах деятельности, что в данный момент делается. В течение года, конечно, были некоторые сложности, потому что действительно здание закрыто. Мы не могли проводить там какие-либо наши мероприятия, кружковую деятельность. Пришлось немножко приостановить. Не то, что приостановить, мы ее переносили. Вот, допустим, патриотический клуб «Батыр» у нас занимался в здании МКДЦ в ДЮС США. В школах, в третьей школе, в четвертой школе мы брали помещение. Но теперь, я думаю, с окончанием ремонта работать будет уже легче, потому что в своем здании работать всегда удобней. Кружковая деятельность начнется, и даже не кружковая, скорее всего, у нас будет больше упор на клубы по интересам. То есть, допустим, в этом году мы хотели художественный вот такой клуб создать, театральный, вокальный, танцевальный, где сама же и молодежь будет притягивать ребят, другую молодежь, так скажем, и создавать такие клубы. Вот, хотелось бы попробовать начать с этого, вот, по окончанию, по завершению ремонта. Волонтерские движения у нас, они всегда функционируют, как бы, независимо от того, ремонт у нас или нет. Всегда ждем ребят, кто бы хотел вступить в волонтерские движения. Патриотический клуб, юнармия, тоже вот, всероссийское движение, которое набирает оборот год от года, поддерживается президентом России. Движение нужное, важное, поэтому призываю ребят, особенно старшеклассников, особенно тех, кто хотел бы дальше связать свою жизнь с военной службой, записаться в ряды юнармии. В прошлом году были проведены много мероприятий в новом формате, такие, как пижамные вечеринки, фитнес-пати, дискотеки, молодежные фестивали. То есть то, что еще, вроде бы, как бы мы не пробовали в нашем городе. Появилась молодежь, рабочая молодежь, уже стали общаться с ней тесно. Есть предприятия, которые всегда идут на наши мероприятия, квесты мы проводили в этом году исторические, посвященные флагу России. Хорошие провели вообще автопробег, тоже рабочая молодежь участвовала в дальнейшем с уборкой нашего родника. Ну, я думаю, что какие-то успехи мы уже имеем, уже молодежь притягиваем. Конечно, хотелось бы больше видеть жителей города и района на наших мероприятиях. Есть такое, что очень мы готовимся, ждем, и иногда не оправдывают надежды именно по посещению. Ну, я думаю, что все впереди. К нам уже начинают привыкать, будут знать о том, что есть такие... Есть такой у нас дворец молодежи, который специально работает для того, чтобы наша молодежь проводила интересный досуг. И мы сотрудничаем с ФОКом «Юность». Не то, что сотрудничаем, мы относимся к одному отделу, потому что мы, как братья, живем в одном... Движемся в одном направлении, они приобщают жителей города и района к спорту. Мы ведем досуговую деятельность, поэтому мы взаимно работаем, сотрудничаем, что очень приятно. Даже когда наше здание было в ремонте, мы периодически пользовались ФОКом «Юность». Поэтому большое спасибо директору Ильдару Мазитовичу, замам, которые всегда охотно нам идут навстречу, всегда нам помогают в наших мероприятиях. Как вы считаете, с чем связано то, что наше население не особо активно участвует в мероприятиях, проводимых специально для них? Честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Может быть, у каждого своя причина на это. Но я думаю, что, наверное, еще не привыкли, что ли, может быть, население, то, что вот есть такие мероприятия. То есть мероприятия во Дворце молодежи, они были всегда. Просто, может быть, не было так, ну вот не оповещалось это, не были развиты так соцсети в то время. Сейчас уже мы через соцсети знаем обо всем, что творится в городе, в районе, в стране, в мире. Мы все узнаем оттуда. Кто-то, может быть, не совсем еще активно пользуется соцсетями, кто-то просто ленится. Ну вот есть такой момент, что, наверное, немножко у нас население ленивое. Вывести на какое-либо мероприятие, это вот даже когда человек иногда вот бывает, говорит, да, я приду, или звонит, интересуется, но не доходит. Вот даже бывает так. Может, ну, у каждого, конечно, своя жизнь, свои проблемы могут возникать, но активность хотелось бы, конечно, повысить и вот обратиться к жителям нашего района, будьте активны, посещайте мероприятия, наши спортивные мероприятия очень интересные проходят. То есть вот я обращаю внимание, что и в спортивных мероприятиях, и в наших вот каких-то таких интерактивных мероприятиях участвуют одни и те же люди, одни и те же семьи, то есть есть определенные категории активных семей в городе. Вот они ходят везде, очень приятно за ними наблюдать, там дети уже другие, они всегда такие позитивные, они радостные, приятно наблюдать за этими семьями. А некоторые, может быть, утаиваются дома, потому что там, ну, имеют проблемы там, или, может быть, между собой какие-то недомолвки. Вот я считаю, что вот это как раз то место, ну, вот, когда можно наладить отношения между собой, когда можно поднять настроение вообще всей семье. И прекрасное времяпровождение, оно только скрепляет семью. Поэтому дети безумно счастливы обычно бывают, если куда-то с родителями выходят на какую-то вот вечеринку, или это лыжня, или это веселые старты. Ну, вот, я наблюдаю за детьми, и вот действительно, эти дети просто скажут спасибо. И родителям нужно обратить внимание на это. Надо выбираться именно вместе, посещать эти, ну, любые. У нас достаточное доме мероприятий проводится в городе, можно посетить абсолютно любые. И не только нами. У нас отдел образования, управление образования проводит много мероприятий, отдел культуры. Ну, то есть, на район работает очень много предприятий, очень много людей для того, чтобы наш город был постоянно вот в таких движениях, в каких-то событиях. Просто, наверное, жители не всегда это замечают. Вообще, как возникают идеи? Идеи, ну, я вообще, наверное, большая фантазерка, всегда ее была с детства, на ходу умела сочинять какие-то сказки. Поэтому я люблю, когда идеи приходят с головы. Обычно я не смотрю в интернете, не смотрю, что делают другие районы. Оно, допустим, если нужно провести какое-то мероприятие, просто об этом выходишь, думаешь, и когда-то тебя озарит, и думаешь, а если попробовать это в этом формате? Бывает, что вот случайно какие-то совпадения, ага, кажется, где-то такое уже проводилось. Но это вот прям точно случайно, потому что вот, ну, нет такой привычки, не смотрю, как делают другие. Потом мы делаем мозговой штурм, собираемся с сотрудниками, обсуждаем бурно, собираемся с рабочей молодежью, также обсуждаем, потом все это соединяем в одно. То есть это идеи вот такие совместные с отделом, с молодежью, со своими сотрудниками. Потому что когда думает над одной вещью много человек, это уже вот какое-то, получается, продуктивное мероприятие. Один человек, он, как говорится, в поле не воин. Всегда нужна команда, которую бы могла создавать, которая могла бы сподвигать даже на какие-то новшества. Поэтому командная работа, она всегда приятна, всегда хороша. И вот этот командный дух, командную работу я бы хотела все время поддерживать, чтобы собирать возле себя единомышленников, так скажем. Поэтому вот еще обращение к молодежи. Если у вас есть какие-то идеи, если вы творческий человек, спортивный, творческий, или, ну, вот не обязательно даже, наверное, иметь какие-то суперталанты, но вы интересующийся человек. Вот мои двери открыты, я всегда готова любого человека выслушать и взять их идеи. Вот. И уже сейчас действительно приходит, обращается молодежь. Вот у кого-то есть грандиозные планы, там, написать какие-то проекты интересные. То есть мои сотрудники и вообще дворец молодежи, мы всегда готовы помочь в любом направлении развиваться. Если молодежь готова развиваться, это только хорошо, благо. Какие-то акценты в деятельности, в планах, какие-то направления уже выбраны? В планах, да. После открытия Дворца молодежи, конечно, очень много планов в голове. Очень хотелось бы все это реализовать, и всегда хочется все это сделать быстро. Но, к сожалению, работа достаточно такая объемная у нас, подвижная, и не всегда на все хватает. После открытия Дворца молодежи, ну вот как я себе его представила, намечтала, так скажем, у нас обязательно должны быть клубы семей, клуб молодой семьи. У нас уже мы сейчас открываем НКО «Совет отцов». То есть это вот все такая социальная сфера, это семья, это очень нужная вещь. То есть это молодые семьи мы должны поддерживать всячески, да. Для молодых людей, которые еще не женаты, не замужни, подводить к тому, что нужно обязательно иметь семью полноценную, с детьми. И вот этот клуб, он как бы должен быть, я думаю, обязательно во Дворце молодежи для поддержания вот именно такого очень значимого, важного, важного сфера для Башкирии, для Генаула, для России и вообще как семья. Потом я вижу такую, ну вот именно клубы по интересам, как я уже говорила, допустим, художественные кружки, да. Есть люди, которые просто мечтают научиться рисовать, есть люди, которые умеют, но им вот негде себя показать, так скажем. Вот это вот как раз такой вид деятельности, куда вы можете прийти спокойно и либо показать себя, либо научиться. У нас будет девушка Алина Федосеева вести этот клуб, так скажем. Она сама прекрасно рисует, у нее картины выставляются в выставках, она участвует в конкурсах с ними. И рисование, это вот оно ведь не обязательно его брать как какой-то, ну вот это по сути это деятельность, которая где-то успокаивает, где-то сподвигает. Потому что вот красивый рисунок, вот его дома повесишь, на него смотришь, и вот душа радуется. То есть это какая-то и психология, с другой стороны. Вот кому-то вот необходимо общение, то есть вот это то место, куда можно прийти и начинать делать то, что, может быть, ты вообще никогда этим не занимался и не думал, что получится. Вот. Нужно себя пробовать, я думаю, везде. Вот танцы, пока есть такая загвоздка с танцами, вот хотелось бы латиноамериканские танцы у нас в Инауле открыть, бачата. Ну вот что-то такое новое направление. Было бы интересно мне еще открыть парные виды танцев, опять же, для молодых семей, для молодых пар, которые женились или собираются пожениться. Потом вот постарше категория, и может быть, совсем очень категория возраста постарше. Потому что парные танцы, они тоже необходимы где-то вот в парах, даже бывают какие-то, если идут бытовые размолвки, танец, это то, что тебя примерят. Тоже психология, с другой стороны. То есть мы охватываем много здесь направлений, это семья, это пара, это психология. Танец, он не просто танец, который мы видим на сцене, это он очень много себе там еще внутри таит. Поэтому, ну, очень много на самом деле мечт, желаний. Дай бог, чтобы все это осуществилось, и чтобы жителям, чтобы дворец молодежи прямо был постоянно в таком движении, чтобы там было людно. У нас есть, опять же, кинотеатр для того, чтобы поддерживать эту людность. Вот, я думаю, вот тоже было в прошлом году немножко тяжеловато работать в состоянии ремонта. То есть приходилось то закрываться, то открываться, какие-то фильмы мы теряли в процессе вот этих вот наших ремонтных работ. Ну, я думаю, по завершению уже ремонтных работ мы уже стабильно будем работать. Ждем наших горожан у нас в кинотеатре, и не только горожан, гостей. Я думаю, что мы ничем не уступаем кинотеатрам ближайших городов. Тем более, впереди у нас открытие кафетерия кинотеатру. Тоже это отдельный вид деятельности, сложный, конечно, будет. Но я думаю, что мы вытянем, сможем сделать такой кафетерий, который бы полностью удовлетворил потребности наших жителей нашего района. Сейчас те, кто приходят к вам как гости кинотеатра или просто Дворца молодежи, какие-то предложения вносят, спрашивают ли вы, что интересует? Ну да, люди хотят, конечно, да, чтобы город развивался, чтобы какие-то множества у нас происходили периодически. Есть очень активные жители, которые вот прямо следят за нашей жизнедеятельностью, они предлагают действительно какие-то свои идеи, да, возникают. И за такими людьми хочется тянуться, и действительно, и вроде бы пришел какую-то, рассказал свою идею, потом думаешь, над ней ходишь и используешь ее. Ну, в основном, да, они безразличны. Я думаю, что это очень приятно любому человеку, который живет в своем городе, который любит свой город, уважает себя. Человек, который живет в городе, пусть он маленький город, может быть, не дотягивает до каких-то других, но свой город нужно любить. И когда происходят такие вот изменения, происходит облагораживание самого города, я думаю, любому человеку должно быть это приятно. И да, вот уже в этом, вот под Новый год мы открыли холл, вот жители посещали кинотеатр, и да, очень были рады, что такой ремонт произведен, но то, что так красиво. Это же, ну, это всегда приятно, приходить в новое здание, и действительно получаешь удовольствие, действительно отдыхаешь. В том числе, достаточно активно вы проводили новогодние каникулы, были ряд мероприятий. Да, мы провели очень много мероприятий за новогодние каникулы, вообще различные. Опять же, мы пытались захватить вот эту, тот контингент, вот именно семейный, молодых семей. Проводились все веселые старты, фестиваль, вот прямо в Дворце молодежи, на территории Дворца молодежи провели. Вот фитнес-пати, нового плана была вечеринка, куда пришли как раз-таки родители с детьми. Я думаю, что это было им интересно, надо развиваться в этом направлении. Пока мы, конечно, собираем не столько народу, сколько хотелось бы, Ну, я думаю, что в дальнейшем, когда уже потихоньку привыкнут у нас люди, что такие вот мероприятия стали проходить, уже будет посещение больше. А еще, что очень приятно, с нами охотно сотрудничают индивидуальные предприниматели. Вот в таких мероприятиях они, ну, это им тоже как бы хорошо, они и себя показывают, и обогащают таким образом разнообразием наши мероприятия. Мероприятий было много, по-моему, вот даже более 15, и все-таки охват мы сделали хороший за этот, за новогодние каникулы. Стараетесь вовлекать в возрастную категорию только молодежи или все-таки разных возрастов? Ну, задача отдела молодежи вообще, как Дворца молодежи, это охват категории молодежи именно от 14 до 35 у нас вот сейчас она считается, даже до 30, но мы уж немножко подвинули этот возраст до 35. Конечно, мы не ставим таких вот рамок, что вот нет-нет, вот к нам вот только вот такая категория. И детишек мы всегда рады видеть, и взрослых, более взрослых людей. И дело в том, что человек, которому за 35, он может быть абсолютно молодой, и энергичный, и ему приятно посещать и наши мероприятия, и он сотрудничает с нами там. Ну, то есть нет жестких рамок, но просто вот как бы в отчетах, вот в министерстве, мы же даем отчеты, каждый раз проведено мероприятие, мы отчитываемся своему министерству, мы указываем именно охват вот этой нашей категории. А вообще охват может быть абсолютно разной возрастной категории. Мы всех всегда рады видеть. Даже в этом году нам ставили задачу, чтобы мы проводили грузковую деятельность для пенсионеров. Пока это было сложно, вот опять же, в стадии нашего ремонта, но я думаю, что мы что-нибудь придумаем для пенсионеров. Во дворце молодежи уже функционирует вокальный кружок. То есть это не, скорее, клуб по интересам тоже. Кружок не как вот в школе искусств, где вот вас будут учить нотам, будут, ну, где вы будете играть на определенных инструментах, хор, сальфеджи и так далее. То есть это немного более, намного упрощенная версия вокала, так скажем, где вы можете выбрать себе песню, где будет стоять над вами вокалист, которая будет вам, ну, примерно показывать, рассказывать, где что, где какую нотку подтянуть, а где спеть там на таком дыхании. Ну, то есть упрощенный вариант. И опять-таки он ведет за собой. Мы уже этому человеку, который выучил песню, смог ее правильно попасть в ноты, мы можем на каком-то своем мероприятии вывести на сцену. Некоторые люди вот мечтают о сцене, не знают, как в нее попасть. Вот опять же, дворец молодежи, именно тот путь, который к тебе проведет в сцену. И хотелось бы создать уже молодежные группы, ансамбли. Может быть, это будут ансамбли и студентов, или старшеклассников, или рабочей молодежи. У нас же есть в городе гитаристы. И вот хотелось бы их всех собрать, сделать хороший ансамбль. Пыталась я их искать. Есть, конечно, есть немножко постарше, чем наша категория молодежи. Но пока люди или стесняются, или присматриваются, может быть, даже к нам, пока не дошли. Но я думаю, тоже все впереди, обязательно дойдут, и ансамбли будут созданы. Вот есть у нас молодой человек, который работает во дворце молодежи, он создает свой лейбл. У него есть там своя категория молодежи. Они там пишут сами песни, сами записывают. Вот они уже начинают потихоньку двигаться в этом новом направлении вокала. Вот сейчас же создаются у нас такие лейблы в стране. Которые день ото дня набирают оборот. Популярность их обычно, они узнаваемы. То есть и наша научная молодежь тоже хочет быть знаменитыми, собирать свои лейблы. Хотелось бы тоже, если у кого есть желание, опять-таки приглашаем во дворец молодежи, кто бы хотел научиться петь или поет уже, создавать группы. Пожалуйста, вам для этого все условия. Прекрасное здание, сцена будет обеспечена. Но при этом пока до февраля, до конца ремонта, как функционирует дворец молодежи? В январе, вот мы сейчас до открытия, мы разрабатываем перспективные планы и проведем одно из самых масштабных мероприятий для студентов. 25 января, день студенчества. Он как раз у нас в этом году перепал на субботу. Проводить мы его будем пока в МКДЦ. Длится на полный день день студенчества. Начало в 11 часов в холле здания МКДЦ мы проведем такую вот игру, проектную игру, я бы сказала, «Будущее наулы в твоих руках», где ребятам нужно будет спроектировать какой-то участок города, как бы вот они хотели его видеть, то есть в будущем. И разделим их на команды, где они будут проектировать этот участок. Потом они будут его презентировать. В этом мероприятии будет участвовать глава района Ильша Тагзамович. Вот он как раз и ему будет, наверное, интересно посмотреть, о чем сейчас думает наша молодежь, и молодежи будет приятно пообщаться с главой. Вот в таком формате пройдет у нас дневная программа, потом продолжится он концертом в актовом зале. И во время вот этой игры мы ребятам дарим такие бэджики, с помощью которых они смогут бесплатно в этот день посетить бассейн, тренажерный зал в ФОКе. Это будет с 15 часов. И, я думаю, самое интересное для ребят, это в 21 час дискотека с ведущим, с диджеями интересными в клубе Бордо. То есть этот бэджик, он дает право на бесплатное посещение таких мероприятий. А игру я все-таки советую посетить обязательно всем студентам, потому что это хороший шанс, во-первых, пообщаться с самим, с главой, задать вопросы интересующие и показать себя, насколько вы развиты, насколько вы интересуете своим городом. Ну и впереди февраль, то есть грандиозные события, это открытие Дворца молодежи, 23 февраля, День защитников Отечества. Пока еще точных задумок нет, что мы можем, какое мероприятие мы проведем на День защитников Отечества, но будем оповещать обязательно об этом, как только задумки появятся. Сейчас те желающие, кто услышал, кто планирует попасть в клубы, он куда к вам должен обратиться? Да, можно обратиться в 22 кабинет, второй этаж Дворца молодежи. Вас там запишут. Можно, у нас есть группа ВКонтакте, можно туда написать сообщением, можно позвонить по номеру 501-22, то есть любые способы. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечала директор Дворца молодежи Регина Хаматова. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова